В середине зимы произошло чудо. В центральной части страны наконец-то похолодало. На несколько дней во Владимире держится минусовая погода. И потому у рабочих на Пушкинском бульваре появилась возможность залить каток. Его поддерживали все время. Как с ноября начали, поддерживали его. У нас он поддерживался, поддерживался всегда. Ну можно за неделю сделать. Это надо его спрашивать. Сколько он даст мороза, столько и будет. Время каток готов. Пока лед готов не на 100%. В некоторых местах есть трещины. Тем не менее, уже 11 января каток готов принять первых посетителей. Если погода будет позволять, если опять же будет погода плюсовая, на что мы, конечно, не рассчитываем, то каток будет прикрываться, чтобы во избежание каких-то опасностей сохранить лед в более хорошем состоянии. А так он ежедневно работает в будни с 4 до 10, а выходные и праздничные дни с 11 до 10 вечера. Ценовая политика на катке с прошлого года не изменилась. Все те же полторы тысячи рублей отдаются под залог за аренду коньков. Их прокат стоит 100 рублей. За вход взрослые посетители заплатят 20 рублей. Дети и студенты пройдут бесплатно. Естественно, много сил ушло на оформление и на создание тематики. И вот этого года, это каток «Де космос», постарались создать космическую тему, чтобы было интересно молодежи посещать каток в центре города. На территории катка пока что установлены две фигуры – спутник и НЛО. В темное время суток они будут светиться. Другие объекты обещают поставить в ближайшее время. Музыкальное сопровождение также будет соответствовать выбранной тематике. Отметим, это не единственный муниципальный каток во Владимире. Ледовые коробки залиты в 21-м дворе областного центра. Максим Палагин, Виталий Сергеев. Губерния, 33.